Елена Петрикова, заслуженная артистка России, исполнительная фестиваля «Заслужен клоуны мира» и, конечно, главный режиссер Росглас-Цилька. Далее наш прекрасный гость из Италии, клоун клоунов, это Дэвид Ларигли. Всеми любимая клоунская дева без носков, это Константин Копейкин, Максим Павлов, Артем Балов. Также приветствуем Мексику, это Артуро Перес-Рамирос, клоунский дуэт Паппин Ларшианхера. Глестер Педроса, клоун Буби из Бразилии. Антон Франки, участник коммерческого дуэта Франка и Франки. Прекрасно, Наталья Майкровская, руководитель клоунского дуэта Биг Бэн, представитель московского цирка. Эркинбек, Саралайф, клоун, представитель московского цирка. И всеми любимого Сергея Просвирнина, заслуженного артиста России, также представитель Росглас-Цирка. И хочется поделиться прекрасным событием, и не без гордости. Сергей буквально вчера был удостоен почетной грамоты президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Браво! Предоставляю слово Елене. Спасибо большое, Валерия. Еще раз всем здравствуйте. Я рада вас видеть, что вы пришли к нам на пресс-конференцию, посвященную нашему замечательному фестивалю. Как уже отметила Валерия, было очень сложно организовать его в этот непростой период для всего мира, но нам это удалось. Особенно хочется отметить, что недавно на днях пришло известие о том, что всеверный фестиваль, международный фестиваль, самый престижный, Монте-Карло, его, к сожалению, пришлось отменить. И в связи с этим, на то, что мы смогли провести фестиваль в Олмске, привести наших зарубежных гостей, мы гордимся этим очень сильно, потому что это было очень сложно на самом деле. И в это время, конечно, осуществляет такую погоду, такой какой-то общий гнетущий настрой, мне кажется, клоунский фестиваль, это именно то, что нужно сейчас нашему зрителю. Мне кажется, что это будет очень приятно, очень гости зрители, гости получат незабываемые эмоции, что всем будет весело хоть немножко все облыбнуться и поднимут в себе настроение. У нас сегодня присутствуют не все клоуны, которые принимают участие в фестивале, некоторые готовятся, они могут присутствовать, вот, и будет намного больше. Хочется отметить, что первый раз за всю историю фестиваля циркового клоунского у нас присутствуют артисты из Мексики, до этого ни разу, ни разу мексиканские клоуны не приезжали в Россию, для них это тоже первый опыт, сразу в зиму, в Питер. Можем вас спросить. Клоунское трео без носков, дорогие классы. С клоуном мы всегда весело, так вы понимаете, всегда очень весело. Я выбью. Хорошо, спасибо, спасибо, ребят, спасибо, вы классные. Также у нас в гостях будут сюрпризы, не только клоуны, будут комические номера. Очень надеемся тем, что мы смогли привезти знаменитую группу Атайшоу из Кыргызстана. Если вы смотрите такие передачи, как God Talent в разных странах мира, они участвуют в этих фестивалях очень многих, прекрасные ребята, комические танцоры. Вообще программы будут очень разнообразны, но всех секретов открывать, конечно, не хочется. Хочется, чтобы зрители пришли и посмотрели. Будут только клоуны. Просто как обычно принято, да, что клоуны – это те люди, которые заполняют паузу между цирковыми номерами. Но в этот раз это представление будет посвящено тому, что на манежах будут только клоуны, и они будут самые главные. Разрешите, я передам их слово Дэвиду Ларипли, клоуну клоунов. Нам очень приятно, что вы смогли привезти его сюда по просьбам, многочисленным просьбам о санкт-петербургсах, потому что Дэвид уже работал в Санкт-Петербурге, он знаком, зрителям. Его очень любят, и приходило очень много писем с вопросами, а будет ли Дэвид Ларипли. И вот так получилось, нам очень сильно повезло, и Дэвид Ларипли сегодня с нами. Can you say some words, please? Thank you. Thank you for the invitation. In name of all my colleagues, I want to thank the, of course, the Minister of Culture, Росгост-Цирк, his president, Сергей Беляков, and Elena Petrikova to make this invitation in this particular moment. I think in this moment is a particular moment where the world has a lot of problems, of course. It's the moment where the people need more the clouds. It's people are sad, are tired, are sick. They need to come to the circus and forget for two hours all their problems. And I don't think there is anyone in the world that can do it better than clowns. И он думает, что никто в мире не сможет сделать это лучше, чем клоуны. Because the clown is the one that can make three generations of the same family laughing for the same thing at the same moment. Потому что клоуны могут заставить три поколения людей смеяться над одними и теми же вещами. То есть вы были маленькие, вы посмотрели клоуны, у вас родились дети, вы посмотрели клоуны, ваших детей родились дети, и вы снова посмотрели клоунов. Я очень рада вернуться снова в Санкт-Петербург, это город, который я очень люблю. Я не в каждом городе это говорю. Потому что он итальянец, и этот цирк был построен итальянцами, и поэтому он особенно любит это место. Окей. Окей. Да, а вы хотите какой формат пресс-инферензии? Чтобы каждый из словных наших что-то сказал, или вы просто хотите задать какие-то вопросы дали? Дадим слово каждому, да, если посмотрите. А с вашего разрешения я хочу попросить сказать пару слов заслуженного артиста России Сергея Просвирнина, который только что отработал прекрасную программу «Клоун», я думаю, вы все видели, он был звездой этого шоу. И большое счастье, опять же, по просьбе зрителей, будет ли Сергей Просвирнин? Сергей Просвирнин будет на фестивале. Спасибо большое, добрый вечер. Я буду лаконичен. Я с большим удовольствием принял приглашение моей компании, которой я тружусь очень много лет, государственной компанией «Росгазцинк» принять участие в этом фестивале. Я думал, что я уже уеду на гастроли в другой город, но он еще немножко задержался. Со многими с вами мы уже знакомы, вы все смотрели предыдущую программу, поэтому я с удовольствием отработаю свой музыкальный номер с чечеткой, с барабаном, который вы все знаете. Только здесь он будет немножко в расширенной форме, потому что предыдущей программе, которая называлась «Клоун», он был заточен под специальный формат. Мы работали как бы только часть этого номера, барабанная степка. Здесь будет весь музыкальный номер, поэтому думаю, что мы не подведем опять и сделаем ура-ура, всем вам все понравится. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Наталья Майкровская, наша единственная девушка, клоунесса, представленная здесь компанией «Росгазцинк». Наташка, тебе слово. Спасибо большое. Тоже хотела сказать, что я очень рада здесь курить. Я новичок в этом бизнесе клоунского. Работы только с февраля в этом жанре, но тоже из цирковой семьи и уже представитель четвертого поколения цирковой династии. Отрешите добавку. Наташа, внучка всем известного клоуна Майя, я думаю, вы знаете, клоун Майя. И вот уже четвертое поколение радует нас клоунскими репризами. Спасибо. Спасибо большое. В общем-то и все. Надеюсь. Надеюсь, что наступление мое здесь пройдет хорошо, потому что, конечно, я нервничаю очень. И постараюсь делать все как бы от себя зависящее, чтобы расслабиться и получить просто удовольствие от того, что происходит. Потому что это действительно очень большой подарок для нас сейчас, для всех. просто работать, просто выходить и видеть зрителя. И этот шанс, который у нас есть, я очень рада. Спасибо большое. Аплодисменты. Я прошу. Я предлагаю очень рада, потому что нам было интереснее, а может быть несколько слов нам скажет Артуро. Да, первый представитель страны Мексики, который появился у нас на фестивале. Здравствуйте. 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 И разделить весь этот праздник с такой компанией, с такими звездами, с такими именитыми артистами. И это действительно вам верно, музыканство, что работает здесь и в таком случае, музыканстве. И estoy disfrutando cada minuto aquí в Руси, de todos mis compañeros, porque el aprendizaje que conseguimos al compartir con estas diferentes formas del humor, creo que es una oportunidad única. И он наслаждается каждым моментом здесь, в фестивале, потому что это уникальная, на самом деле, уникальная возможность быть с такими людьми и иметь возможность отмена опытом и контакта, взаимодействия с другим другом, это очень важно. Писать этот сценарий очень важно для нас, los payasos latinoamericanos, потому что это очень важно. Y esa historia contiene mucha cultura aquí en Turcia. Y para clonov, para представителей de la profesión latinoamericana, es muy importante, porque es una cultura muy importante, y en realidad es una única oportunidad de con ella, y con ella también hay una oportunidad de contenerse y hacer algún cambio, que también произвести, да, вот, encima, одна cultura, с другой. Así que agradezco a todas las personas involucradas en este festival, y principalmente a David, que fue quien volteó a vernos para invitarnos a participar en el festival. Y опять же, vamos a agradecer, gracias, y a sube, 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 y a sube. Y a sube. Sí, yo soy de una familia de artistas brasileños, yo soy de la quarta geración, porém, el circo no tiene mucha tradición en Brasil. Y para un brasileño, es una cosa muy distante y muy especial usar esta cadena. Y como yo hago este estilo de comedia mundo, que es una cosa no muy usual en Brasil, yo espero mucho en los palacos russos, los antiguos y los actuales. Y hoy estoy realizando un sueño también, dos, pisando un picadero ruso y trabajar al lado de mi gran ídolo David Larrick. Y bueno, claro, a la vez, voy a trabajar con David Larrick en esta manera. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde se puede colocar el micro. Gracias. 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 И это очень редкий момент, чтобы только клоуны собрались на одной площадке, так как в фестивале цирковых достаточно много, но в фестивале может быть два-три клоуны, но не больше. Потому что фестиваль клоуны дает такую редкую возможность нам все вместе собраться, разделить эту радость и отдельно еще не предполагая часть свободности, потому что этот фестиваль проходит именно в Санкт-Петербурге, именно в цирке Ченезелия, так как это цирк, это точно один из лучших моментов. Спасибо большое. Росгост-цирку, цирку Ченезелия, что организовали этот замечательный праздник для клоунов, и действительно огромная честь представлять эту цирку в фестивале, посвященном Юрии Родиночу. Спасибо большое за свою честь мне. Также хотел бы очень поблагодарить своих коллег. Это огромная радость находиться с Монс-Петербургом, и с молодыми, и с взрослыми. Спасибо большое. Я не знаю, эти трое ребят в углу, они наказывали, начали за то, что они... Мы уже вам и сказали. Мне дали микрофон, но все-таки давайте послушаем триок из Москвы. У меня микрофон. Ну говори, мам. Мам. Камера. Третье? Дин. Мам, у меня в телевизоре показано. Мак, за рот. Елена несколько раз предлагала нам, хотя у нас должен был состояться другой контакт за границей, но в итоге... Мы все обменили сами! Да, мы обменили, мы не поедем, все-таки Елена настаивает. На самом деле, клоунский фестиваль – это самое лучшее время, самое лучшее место, где можно получить максимум удовольствия как зрителям, так и самим клоуном. Потому что тут мы находимся, как вот, все в одном океане. Каждая рыба разного вида, но все мы плаваем в одном океане, океан, и все делаем одно. Плаваем! Плаваем, плаваем. Плаваем, ради ты. Нет, мы... Наша задача – получить удовольствие, и чтобы удовольствие получил зритель. И в эти четыре дня максимум удовольствия будет получать санкт-петербургский зритель и его гости. Так что, всех ждем на каждое представление. Спасибо. Спасибо. Ну, пока мы представили всех участников, они представились сами. Если есть какие-то вопросы, мы с удовольствием их услышим. Пожалуйста. Спасибо. Простите, я вас приведу, кому вопрос? А, по-моему, вопрос, а... Вот, надо начали. Вопрос, конечно, интересный. Кому? Может быть, лучше клоуны расскажут про это? Нет, 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 лучше клоуны, наверное, кому-то назначить. Да, я еще не знала вопрос. Хорошо. Простите, кому? Вот, мне кажется, что все так просто. И здесь ошибок, раз рождается смех, радость. И, может быть, каждый, кто наблюдает, так вот внутренне думает, хорошо, что не я на его месте. А вот скажите, в чем, может быть, вот это, в чем искусство? В чем его достижение? А я хочу сказать, что вы как раз в своем вопросе сами дали ответ на него. Как раз самый интересный, самый смешной, самый классный юмор, он простой. И чем отличается, как раз, всегда об этом говорит Дэвид Ларипли, чем отличается советская, российская клоуната от всего остального мира. Там не надо заморачиваться. Мы смотрим и видим, да, все просто. Несут бревно, упали, тяжело повторить. И еще раз, в этом и есть гениальность юмора, что он должен быть простой. И в этом есть гениальность именно Юрия Владимировича, и Гулина, и остальных российских клоунов, на ком сейчас учатся наши коллеги из других стран, они сами все это всегда подтверждают. Можно я еще тоже добавлю на себя? То, что искусство, ну, на, оно очень сложное. Это искусство в том, что это искусство, которое понятно всем, независимо от образования, от статуса, от возраста. Это то, что действительно понятно абсолютно каждому. И как сказала Елена, да, потому что все просто, понятно, и где-то грустно и весело одновременно, это есть наша жизнь. И никак не значит. Спасибо. Еще кто-то? Да, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Я Юрия Владимирович, субботник Театрального журнал. У меня вопрос один типический, а второй – глоток. Типический, когда вы считаете, что у меня есть гениальный директор, вот как вы понимаете, глоток, что вы понимаете. Немножко шире, вот я немножко оттолкнусь от вопроса коллеги. Мне кажется, что лоун – это вообще фигура, которая связана с произнесением того, что мы, боюсь, сами себе произносим. И лоун – это лоунный жанр, который расцветает, скорее всего, период безмолвия, когда в обществе наступает период безмолвия, наступает период молчания. И тогда лоун, который априори может пользоваться разными грозительными средствами, он умудряется говорить своим телом, своими фризами то, что мы боимся произносить. Я очень рада здесь, мы встретили без носков. Мне кажется, это прямо дозаищество события для России, потому что мы встретим их триумфальное рождение и такое же триумфальное ответственность. Вот скажите, пожалуйста, немного будет отмечать. Мне, конечно, интересно было бы поговорить с теми, кто очень долго, нормально, но как Вы думаете, на сегодняшний день Россия, насколько она Вам интересна, как территория близящегося безмолвия? Да? Да, давайте. Пока наши прекрасные артисты думают, я отвечу на первую часть вопроса по поводу руководства Роскоццирка. Руководство Роскоццирка будет 19-го числа на дало закрытия фестиваля и будет пресс-подход. Начало в 4 часа, и мы также всех ждем. Все интересующие вопросы Вы сможете задать. Будет и генеральный директор, и первый заместитель, и также будет Елена. Поэтому всех ждем 19-го числа. Второй вопрос. Кто-то из русскоговорящих хочет ответить? Да. Да? Сергей? Я не хочу никого обидеть, и сегодня не тот день. Давайте все-таки говорить о веселом. Я понимаю, что Вы все продвинутые люди, Вы все имеете высшее образование, филологи, журналисты. Я исхожу от простого. Вышел в манеж. Покажи, чтобы в зале вызвать улыбку и выйти на смеши. Сделай, станцуй так, как не станцует в ансамбле Моисеева. Сыграй так, как не сыграй на каком-нибудь джазовом концерте. Ну или, по крайней мере, сделай в уровне. Вот это самая главная задача. А когда наступит безмолвие, когда мы говорим, что мы говорим, это немножко высоко. Но лично я от себя. И еще добавлю. Сегодня клоунада и слово цирк немножко приняли другой характер. Я об этом вчера сказал в присутствии министра культуры. Куча, ну, пардон за такое выражение. Много артистов, было драматургов, писателей. И я сказал, что сейчас только ленивый не говорит слово цирк и клоун. Гаи, цирк и клоун в органах наверху. Это вообще какое-то немножко нехорошее даже слово. Прекратите эту клоунаду. Перестаньте делать этот цирк. Вот. И я вчера сказал вслух, что, друзья, это не так. Я работаю в этой профессии 43 года. Замечательная профессия, клоун. Сложная, очень сложная профессия. Иногда ты наверху, иногда ты терпишь вязко. Ты думаешь, ну, сейчас выйдешь. Хоп, ну, все пройдет. Хоп, и не прошло. И ты думаешь, или ты плохой, или еще раз попробовал, не получилось. Все, убирай этот трюк, убирай эту корючку, не идет она здесь. И не здесь, а вообще, значит, она не нужна. Поэтому вот я исхожу от этого. То, что касается Юрия Владимировича, на ваш вопрос, Юрий Владимирович был, он никогда не делал сальто-мортали, он никогда не жонглировал, он не играл на музыкальных инструментах. Он был актер. У него было актерское начало от его характера, от нутра. Олег Константинович в свое время, да, он жонглировал, ходил по свободной проволоке. Он был совершенно другой карьерник. Они были гениальный опыт. Серебряков-Щуки была уникальная пара. Это, они работали по-другому. Каждый в своем характере. Дэвид работает по-другому. Я работаю по-другому. Ребята вот здесь даже начали работать. Вы видели? Причем бесплатно. Это все зависит от нутра, от состояния. А, конечно, когда уже пошел кинематограф, ну, оно вообще все расставило на свои места, это то, что касается великого Юрия Владимировича. Не знаю, может быть, я не ответил на ваш вопрос. Если бы я был хотя бы чуточку приближенный к такому творчеству, которым занимался Леонид Ингебаров, да, это Марсель Марсо, это пластика, пластика тела. У меня тут рот-другой. Я не смог так работать. Ну, не то у меня состояние внутреннее, понимаете. Поэтому я вот делаю то, что как я чувствую. А хорошо ли я делаю это или плохо, вам, конечно, судите. Да, можно в одну секунду я уточню. Да, мой вопрос, чтобы простить, мой вопрос о физическом слове. Потому что, если мы возьмем, например, к карандашам, мы знаем репресс, когда он выходил, клал на манеж мешок картошки, я выходил, в проекты говорил, что делаешь. Он говорит, сижу, на чем сидишь, на картошке. А все сидишь, вся Москва на картошке сидит. Да, и это было актуальное высказывание на кругу дня. Мы на сегодняшний день имеем дело с умозрительной клоунадой. Я думаю, что она плоха, да. Но и вопрос был о том, где клоун, у которого есть клоун, статистическое высказывание, каким был он, например, Юрий Владимирович? Я понял. Но не нужно забывать, говорю вам как бы по дружбе, вот прямо вот так близко, Юрий Владимирович относился к категории таких артистов, которым кое-что позволялось. Да, прямо конкретно. У него была такая репресса, у него большая лохматая, финал репризы, большая лохматая шапка, помните лет сорок назад, кто помнит, были в моде собачьи шапки, огромные. И он как-то вставал на четверики, он нюхал, подходил в барьеру и поднимал ногу. Но зал лежал, зал лежал. Гости приглашенные, которые сидели в ложе, не все делали танками, собачьи, что это такое. Но зал лежал, ему многое позволялось, и он делал это в своем характере. И в то же время потрясающий коверный был, был такой Виктор Ковалин. Он выходил с обгорелой спиной, как-то у него пиджак там, ему говорят, Витя, ты где так загорел? В очереди за квасом? Ну, что такое, жара все пить хотят. И он говорит, скажи, в очереди за мясом. Видю, чуть не посадили. Его выгнали на задворке, он работал вообще на окраинах. Сняли чуть ли не звание там, и ввели в униформу. А сейчас, ну не очень мне хочется показывать репрессу про Госдуму. Понимаете? Ну, образно говорю, да? Ну, во-первых, опять же, не в моем характере. Я в случае вы покажу то, что я умею. Наталья, я хочу сказать, ну да, спасибо, Сергей. Может быть, просто чуть-чуть с другой стороны, да, посмотреть на этот вопрос. Нельзя забывать о том, кто сейчас ходит в цирк. Вот, если вы посмотрите, вот сейчас, вот посмотрите, пожалуйста, работает Виктор Владимирович, и вы видите, что сидят исключительно взрослые люди в зале. Вот, сейчас, ну, в цирк ходят с детьми, в цирк ведут детей. Вряд ли детям, ну, какие-то... Более интересные, да? Да, многие вещи будут интересные. Я, как бы, вот, думаю, порассуждав таким образом, думаю, может быть, стоит как бы относиться к этому с этой стороной. Я, к сожалению, не смогу ответить на ваш вопрос, но хотел сказать, что он очень точный, и подкрепить его красивый цитатер Мерсель Мерсо, который сказал, что там и мы начинаются там, где заканчиваются слова. Это очень точный вопрос. Но я понимаю, что вы говорите о утром газете, вечером в гублете, но, ну, это очень опасная история. Утром в газете, послезавтра, в Костроме. Вместо чинизей. Здесь надо быть... Если я могу сказать что-то, мы не должны забывать о том, что это были другие времена. Потому что сейчас политическая сатира, сатира, в принципе, такая острая, эта ниша занята стендап комиками, которые выступают по телевизору. Клоун может делать немножечко социальную сатиру. И это то, что мы делаем. Без носков делают сатиру, допустим, на камеру, которая не работает. Сергей показывает сатиру на музыканта. И каждый из нас пытается сделать юмор сатиру о чём-то, о аспектах жизненных каких-то. И я думаю, что сейчас, когда люди сомнены с политической информацией, и о трагедии, о том, о интернете, о том, что все, я думаю, что Клоун должен оставаться немного, потому что мы становимся как оазис, где люди могут просто сидеть, и о том, что и так много и политики, и плохих таких-то новостей, и интернет, и вот это всё этим кишит. И хочется, чтобы люди пришли и грубо были, каким-то небольшим оазисом, наверное, который уберёт от них вот эти вот проблемы, которые сыпятся на них с телевидения, с интернета, да всё, то есть плохо-плохо-плохо-плохо, и ещё и делает сатиру на какие-то плохие вещи. Он считает, что это неправильно и лучшее, чтобы люди об этом забыли в цирке полностью. Так, спасибо большое. Я хочу, чтобы далее за наших прекрасных клоунов, за наших прекрасных участников скажут их работа, и мы ждём вас всех сейчас на спектакле, на премьере, на открытии фестиваля. Вот, и отпустим наших дорогих участников готовиться. Спасибо вам большое всем, что пришли. Спасибо, учащие. Спасибо, ждём вас. Спасибо. 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 Продолжение следует...